Продолжаю играть в Блиц в интернете с комментарием. Теперь на ческоме против национального мастера из Филиппин. В последнее время Филиппины в шахматном мире представляют из себя грозную силу. В первую очередь благодаря усилиям, безусловно, Уэслисо. Конь Д5, ну вот здесь, наверное, можно отдать на Б4, потому что все-таки там выиграю темп. Так, главное после конь Ж5 не получить мат. Ну и не нарваться ни на какую другую тактическую неприятность, которая здесь как раз, по-моему, пресса идет. Хотя я могу срабатывать конь Д5. У меня конь С6, просто ДЦ, и там вроде все нормально. То есть не совсем очевидно, что здесь хочет мой соперник на самом деле. Да, есть какие-то безумные ходы вроде конь Е3, но в них не верится. Поэтому сыграю просто ДЦ и ЦД. Ну, у черных явно нормальная позиция. Может быть даже перевес на самом деле, потому что белым еще надо развитие есть завершить. Вот не знаю, куда ставить слона. Хочется, конечно, на А5 и на Б6, но там белый слон Б2 успеет. Что для них явно выгодно. Можно просто убрать на Д6, но так на всему Б4. Ладно, давайте попробуем на боевую диагональ переставить слона. Гелы, конечно, займутся сейчас тем же самым. Ну, там А5 какая-то есть такая ковырялка небольшая. Б4 не спешит мой соперник делать ход, что довольно странно, потому что из других идей... Нет, ну, безусловно, из других адриводи уже 3, да, но зачем тогда было А3, не совсем очевидно. Ну, сыграл А3-8. Попытаюсь сделать вид, что я не выпускаю короля. Хотя, скорее всего, он, конечно, может убежать. Но не без проблем. То есть, вот сейчас он уже 4. И надо или F3, или Е3 ходить. Но и у того и другого хода есть определенные недостатки. Но, видимо, все-таки Е3 сильнее. Надо как-то сделать рокировку в этой партии белым. Иначе можно не выйти из дебюта. Но, да, Е3 сыграло. Но, на самом деле, перевес черный тут, если он есть, то он совсем невелик. Да, стоит ли играть F6, там белые могут начать пешки забирать. Это, конечно, верится не очень, учитывая то, что позиция у белых так себе. Но просто F6, в принципе, ход, ну, идейный. Потому что не даем белым доразвиться. Скорее всего, рассматривать сейчас мы с ребятник слон D5. Но все-таки не сыграл. Так, ну, да, C6. Так иначе, белому удастся все-таки развить своего слона. Например, путем, я хотел сказать, Л1, но Л1, оно, может, и возможно. Но там есть слоны F5 какие-то в вариантах. D4. D4 мне ход не нравится. Потому что получается кроллсбат, в котором черные должны быть довольно быстрые на королевском фланге, по идее. Д2. Здесь можно взять, можно потом пойти F4. Можно сыграть слон C7. Слон C7 как-то по рисунку мне больше нравится. Все-таки слон на C7 неплохо расположен. Обратите внимание, что довольно серьезно я уже отстал по времени. И это явно доставит немного неприятности. Слон D7 ход плохой. Надо было все-таки сыграть слон F5. Ну, принципиально рисунок позиций, наверное, не меняет. То есть, FD6 на B4. FD6 явно неудачно. Да, хоть играть слон F5 с потерей темпа. Да, ход слон D7, конечно, был на редкость. Глуп. Неужели? Ну, D4 нет хода. То есть, надо убирать ферзя, видимо, на B3. Не совсем понимаю, о чем здесь мой спернинг думает. Может, FD1 хочет? Да, FD1 сыграем. Ну, пойду FG6. Видимо, мне надо как-то попытаться поменять белополов, и это обнажит, дополнительно обнажит королевский фланг. F4 пока смысла большого нет, просто G4 и там F4, если что. То есть, видимо, надо играть так. Не знаю, есть ли угроза слон G3, но белым надо, по крайней мере, следить за этим. Теперь слон G3 по-любому играет. Ну, видимо, последовательность ферзов F3, ну, или король G2, да. Интересно, нет ли хода F4, G4, F5, F3, FD6. Давайте попробуем. Просто F4, правда. То есть, стратегически-то все неплохо, но не настолько ясно, как хотелось бы. А времени совсем мало. Правда, у соперника тоже нет большого запаса. Неужели он смотрит F1? Не, на F1 явно играть нельзя, надо играть F4. Так, ну, совсем уже мало времени у белых. Допускает F4, какой ужас. Ну, проверим идею. Неужели F4 просто хода не видел? Совсем понятно. Но здесь у черных легко выиграна. Просто, скорее всего, должна быть матовая атака. Например, ладьер F8 и DE. Может быть, DE ход землядил. Хотя, там у черных и другие возможности были. Да, и тут ничего не поможет, потому что тут F3 и слон G3. Все фигуры в атаке, на самом деле. Неплохая концовка. Ну, и роняет флаг мой соперник, но в совершенно проорванной позиции. Всем спасибо.